Стоматология. Я решила пройтись пешком, подышать воздухом. Как будто бы март. Конец марта. Вот такое ощущение. Ну, здорово. Я довольна? Я что-то такая. Что я такая довольная, я не знаю. Мне всё нравится. И всё прям хорошо. Прекрасно. Соленое. Может быть, что-нибудь взять солёненького себе. Такого вкусненького. Может быть, всё это забросить. Может быть, всё это уже прекратить. Кому это надо. Может, это никому не интересно. И теперь сейчас по-быстрому, по-быстрому хочу приготовить соус мультиварки. Всем доброе утро, девочки мои. У нас сегодня тепло. 13 градусов на улице. А днём до 16 градусов будет плюс. Ну да, чувствуется прям тёплый ветер. Я смотрю, на горизонте где-то солнышко светит. А у нас пасмурно. Небо серенькое такое. Но то, что тепло, это хорошо. Я даже не знаю, во что одеваться на улице сегодня. У меня ветерочек, да, с порывами сегодня вроде бы. Но так я не вижу особо сильно ветра. А я, девочки, записалась на сегодня к стоматологу. Поэтому у меня через 2 часа стоматолог. И я ни о чём другом думать не могу, что нужно туда идти. В общем, вот этот список, что у меня на холодильнике висит, вот потихоньку я вычёркиваю. К ювелиру уже сходила. Теперь стоматолог. Сегодня уже пришёл тот день, когда я записалась. Мне сначала соседка записалась к моей врачице. А потом я так подумала, думаю, а что тянуть? Я давно собиралась, надо тоже сходить. Пока не позакрывали. А то неизвестно ещё. Сейчас вот этот новый штамп появился. Неизвестно, что от него ждать. Могут опять же всё позакрывать. Думаю, надо идти сходить уже. В конце концов, давно-то не была уже. Но там ничего особо сложного. Мне один зубик надо запломбировать. Он там потихоньку разрушается. В общем, готовлюсь морально. Хотя вроде как бы знаю, что всё должно быть нормально. Но всё равно к стоматологам почему-то особые отношения. И всё равно всегда боязно. Видимо, просто это находится челюсть на голове. Поэтому какие-то манипуляции на голове всё время как-то страшновато делать. В общем, пока я не схожу к врачу, я не могу ни о чём думать. И не могу ничего делать. У меня как бы ещё какие-то планы на сегодня были. Но я думаю, что сначала я схожу к врачу. В общем, когда уже всё сделаю, потом уже только смогу я соображать, а что я могу ещё сегодня сделать. Или, может быть, сегодня уже всё. Или на сегодня всё. Вот. То, что тепло у нас, прям как весной. Я высунула мордочку вообще в окошко. И прям пахнет весной, знаете как. Но всё равно пасмурно. И будет дождик ещё. После обеда пойдёт дождик. Так что тепло-тепло. Но как-то вот сиро и слякотно. Поэтому нет солнца, как говорится, нет вдохновения. Но мы, правда, вдохновение себе сами придумываем иногда. Если надо. Но если не надо, то и не надо. Вот. Так что на сегодня, девочки, ещё не знаю что. В общем, сейчас я пока потихонечку собираюсь. И выдвигаюсь к врачу. Ну и потом дальше уже посмотрим, что будет. Оставайтесь со мной. Вот я и вышла, девочки, из дома. На улице очень тепло. Плюс 15 градусов вообще. А ночью будет плюс 12. Правда, ветер дует. Но он тёплый дует. И это меня радует. Я надела курточку без шапки, в кроссовочках. Иду, в общем. В общем, иду. Решила пройтись пешочком. Я решила прогуляться. Такое впечатление, как будто весна на улице. Классно. Это же классно. Это же здорово. И, в общем-то, не так далеко, где-то в километре от моего дома находится поликлиника стоматология. Я решила пройтись пешком, подышать воздухом. Сейчас перейду через дорогу и пойду по таким вот тихим улочкам. Вот такое небо голубое. Солнышко спряталось пока за облачком. Ну вот, сейчас вроде бы ничего не предвещает дождя. Но вроде бы дождь должен пойти в три часа днём после обеда. Я слышу даже пение птиц. Так, первоклассники закончили свои занятия. Выбрала я такую вот олеечку. Хочу показать вам, как у нас сейчас выглядят дворики. Серенько всё. Дождик прошёл, мокро. Дождик, видимо, был ночью. Вот здесь вот как раз тихо и хорошо. Самое главное, воздух свежий и очень тепло. Такое ощущение, я вот иду и думаю, как будто бы март. Конец марта. Вот такое ощущение. Ну здорово. Прямо удовольствие получаю. Идти дышать свежим воздухом. Ходить полезно. Вы сами говорили мне. Вот я и иду. Здесь так тихо. И мне нравится, что здесь слышно птичек. Вы слышите птички щебечут? Классно. Где-то какая-то музыка играет. Вы знаете, совсем не холодно, даже жарко в куртке. Ну я, как всегда, лечу. Хотела пройтись медленным шагом, прогуляться. Но не умею я ходить медленно. Поэтому я стараюсь идти так, хотя бы умеренно. Не бежать, не лететь. У меня времени полно. Слышите, птички поют? Чирикают. Как будто весной иду. Правда. Ну классно. А уже вот 1 декабря у нас уже скоро. Все. Да. Это видео как раз выйдет, наверное. В начале декабря. Солнышко. Видно? Солнышко светит на дамах. Фу, классно, классно. Ну вот и все, девочки. Сходила я уже в поликлинику. Сделали мне зубик. Вообще не больно. Быстро довольно-таки. Ну потому что не надо запускать. Там дырочка небольшая появилась. И спать ее запломбировать. Пока не разрушился зубик. Пока там совсем уже плохо все не станет. Пока болеть не начнет и так далее. В общем, без укола. Даже без укола не больно. Хотя я бормашину, честно говоря, не переношу совсем. В общем, решила. Сейчас теперь уже спокойно сделал. Дело, как говорится, гуляй смело. Настроение у меня улучшилось. Потому что уже все, за что переживаешь обычно, уже все позади. И я решила теперь уже спокойным, неторопливым шагом прогуляться. Сейчас через рыночек пройду. Хотя мне ничего не надо. Ну как всегда. Но может быть там что-нибудь интересненькое я увижу. Какое-нибудь баловство. И куплю себе побаловать. Я вот, кстати говоря, сейчас иду по улице. Вернее, не по улице. Между домами иду. Между которыми раньше не ходила. И смотрю, там большие весутки появились. Много новых домов появилось. Ну вообще по такой погоде, конечно, прогуляться одно удовольствие. Хочу вам сказать, что мне даже в этой куртке жарко. В поликлинике еще жарче. Потому что там, ну там же отапливается. Если сейчас на улице, сейчас уже, наверное, градусов 16-17. Ну вообще 16 или 17 сегодня максимально передавали. Вот. Так что вообще нормальное, конечно, тепло. Это уже два дня осталось до декабря. И вот такая вот. Даже не два дня. А послезавтра будет 1 декабря. А, ну да. Вот. Аномальное тепло. Ой, как тут красиво. Красиво тут сделали все. Фух. Ну все. Иду прогулочным шагом. Вот тут голуби кушают. Я довольна, я что-то такая. А что я такая довольная, я не знаю. Мне все нравится. И все прям хорошо. Прекрасно. Ну вот такой вот у нас тут рынок Александровский. Я сюда редко хожу, потому что... Ну потому что у нас возле дома есть все. Сейчас вот с этим хорошо все. Может быть тут чуть-чуть и дешевле, так как здесь конкуренция есть. Ну, а мне все равно. Мне далеко не хочется, чтобы 2 рубля сэкономить. Так, ну тут у нас овощи, фрукты, магнит. Пойду я по этому, по этой олейке пойду, посмотрю. Сейчас хоть палаточки поставили, а то ж вообще с открытых прилавков продавали. О, пластиковая продукция. Надо посмотреть. Так, за конфетками очередь, что ли. Конфетки, орешки, всякие сладости. Так, куры, утки. Масло. 360 рублей. Масло. 385. Воронеж. В общем, и мясо, и рыба вяленая. Так, что тут у нас? Какие-то вкусняшечки. Сладюшечки. Ох, и даже одежда есть. Халатики, тапочки. Все, что хочешь. Соленее. Может быть, что-нибудь взять солененького себе. Такого вкусненького. Ох, тут вязаные шерстяные изделия. Носочки теплые. 300 рублей. И собачьей шерсти. Гольф вот такие вот есть. Теплые тоже. Классно. И вот цветера еще вязаные. Классные. Шапки. И детские носки. О, какие классные. 120 рублей детские. Хорошенькие. Такие 120. Все, девочки. Не стала я долго по рынку ходить. Прошлась, посмотрела. Ну, у меня все есть. Мне ничего не надо. Но я взяла, правда, кое-что. Взяла чуть-чуть соленев. Моченые яблочки, баклажаны. Что-то еще. Ну, дома покажу уже. Да, что-то захотелось чего-то такого, чего я не ела давно уже. И вот как раз смотрю, там корейские вот эти вот как соленья, маринады вот это все продают. Думаю, а возьму чуть-чуть, по чуть-чуть немножечко всего. Побалую себя. Ну, как раз вот скоро будет обед. И на обед и поем. Фух. Жарковато в куртке. Прям хочется расстегнуться, но не хочу рисковать. Я вот так чуть-чуть расстегнула немножко. Прям жарко. Смотрите. Ужас какой-то. Что-то я так чувствую, что я сейчас приду домой, пообедаю. И все, наверное, на сегодня. Я не знаю, почему. Ну, хоть и солнышко вроде чуть-чуть вылазит. И тепло вроде бы классно. Но что-то в сон меня колонит. А вообще, да. Почему, почему? Потому что я спала сегодня. В три часа я проснулась. Проснулась часа два, где-то не спала. Но ничего не захотелось сделать. Знаете, когда расцветает 4 утра летом, тогда уже для меня уже как будто утро наступило. И я могу, конечно, во все что угодно и борщ сварить, и пропылесосить, убрать. Все что угодно могу сделать. А сейчас еще темно. И все равно хочется залезть обратно под одеяло. При том, что я вчера вечером выключила батарею. У меня очень-очень было жарко. Вот, у нас потеплело. Ночью плюс 12. Это же вообще, это же вообще не знаю. Это же не знаю, что это такое за безобразие. И, в общем, короче говоря, я вот это в три встала, в пять легла. Смотрела там. Хорошо, что там открытый микрофон в это время показывает. Есть хоть что-нибудь посмотреть по телеку? В общем, смотрела, смотрела. И я уже, не знаю, где-то около шести, наверное, я уснула. Еще пару часов поспала. Я заметила, когда у меня такой сон прерванный, неполноценный, как целиком, да. То потом я просыпаюсь, и вот у меня уже что-то, какое-то состояние, нестояние, в общем. Вот. Я уже сидела пока под кабинетом врача. Я уже чувствую, у меня глазки прям слепаются. Ну, думаю, ладно, тогда приду домой, лягу и буду отдыхать. Пока не взбодрюсь. А может быть, это уже будет завтра, посмотрим. Ничего загадывать невозможно заранее. Все, что загадаешь, ничего не получается. Зато бывает что-то неожиданно. Раз. Не загадывал, не загадывал. А оно раз. И энергия вдруг привалила, навалила. И давай что-то делать. Так, ну все, в общем-то. Я уже недалеко уже от дома. Приду домой, а там будет видно. Ну, хорошее настроение в любом случае у меня. А глазки закрываются. Ну вот, я уже и дошла. Ну, какой горизонт. Там солнышко где-то прячется. Я поняла, почему у меня сон клонит. Во-первых, низкое давление сегодня. Еще должен дождь скоро пойти, через 2-3 часа. А перед дождем всегда в сон клонит. Ну, ладно. О, небо какое. То затянется, то солнышко проглянет. А там он на горизонте уже. Уже левый. Уже левая сторона дона. Девочки, у кого там сугробы лежат уже, да? Ну, я вам хоть травушку зелененькую покажу. У нас, видите, зеленая трава еще на клумбочках. Ну, юг. Живем на юге. Все, девочки, я домой пришла. Вот я купила моченые яблочки, парочку. И парочку, это баклажаны. Они там, ну, такие тоже с чем-то, с чем-то. В общем, короче, вкусненькие. Ну, поем, попробую. За все это я заплатила 150 рублей. Всем доброе утро, девочки мои. А вот и я. А вот и я. Забыла показать еще бальзамчик для губ. Ну, в общем, в целом, там я уже обзор в конце показала. Все. Бальзам тоже там будет. Так что я это сделала. Я этому рада. Я думаю, пока я не умылась еще, пока я такая вот раскрасивая, поздороваюсь хотя бы с вами. Потом умоюсь, да. Вот. Ну, что. А это видео я пока что продолжу снимать. И что у меня сегодня? Сегодня я хочу сварить соус. Я его буду варить из домашней курочки. И сварю я его в мультиварке, потому что мне нужно будет это видео сегодня смонтировать, чтобы уже завтра утречком оно у вас вышло, и вы его увидели. Вот. Чтобы не отвлекаться ни на что. Сейчас пока видео обрабатывается, я сейчас быстренько почищу картошечку. Все уже подготовлю, положу. Вот все-таки мультиварка выручает. Что мы раньше без этой техники делали? Все закину туда, и пусть оно готовится. И как раз к обеду уже все приготовится. Вот. И я уже буду чувствовать себя гораздо легче, с чувством исполненного долга. Если кто-то видео о конкурсе смотреть не будет, потому что, может быть, кто-то участвовать не будет, но вы знаете, что, в общем, по ссылке мы отправляем только по России. Но, если кто-то не будет то видео смотреть, а будет это видео смотреть, я хочу здесь просто сказать еще раз повторно спасибо всем моим подписчикам, кто меня поддерживает, кто вдохновляет меня на новые какие-то вот видео, на то, чтобы я продолжала снимать видео, ролики для вас, и чтобы я канал, в общем-то, свой продолжала держать, не закрывать его. Потому что мне, конечно, нужна ваша поддержка. Я уже в течение трех лет, у меня уже три года исполняется канал в декабре, и в течение трех лет у меня, конечно, несколько раз у меня были такие вот какие-то настроения. Может быть, все это забросить, может быть, все это уже прекратить. Может быть, кому это надо, может, это никому не интересно. Но, тем не менее, кто-то пишет в комментариях, что ваши ролики нужны, они вдохновляют, они помогают нам настроение, может быть, поднять, какой-то оптимизм, может быть, вдохнуть немножечко. Ну и кто-то вместе со мной делает уборку, кто-то вместе со мной готовит, кому-то, в общем-то, даже просто меня, мою болталку послушать, приятно, интересно, и вот начинать день с моих роликов кому-то очень приятно. И вот пока такие люди есть, пока такие комментарии пишут, существовать канал Мама Чоли будет, я буду продолжать для вас снимать видеоролики. Все, а сейчас я, пока обрабатывается видео, быстренько сейчас подготовлю все для соуса. Все, девочки, я поставила на вывод свое видео, и теперь сейчас по-быстрому, по-быстрому хочу приготовить соус. Морковку, лук буду не очень мелко резать, так, покрупнее. Я этот соус, в принципе, буду есть сама, но даже если у меня внучка завтра придет, она морковку все равно не ест. Так, ну и что, в общем, я решила в мультиварке приготовить, потому что, честно говоря, я, в общем-то, подустала, поэтому я хочу сейчас отдыхать уже. Вот, почистила я одну морковочку, одну луковицу, картошку, и порезала я домашнюю корочку. У меня немножко там еще было. Спасибо, ребята, мне с деревья привезли. Так, я налила растительное масло чуть-чуть туда, в чашу мультиварки. Вот, включила уже режим жарка, поэтому сейчас по-быстрому, по-быстрому вот так вот. Первым делом я решила закинуть туда овощи. Да, в общем-то, я, честно говоря, этот соус тоже который раз готовлю, хотя готовлю каждый раз по-разному, что-то поменяю, под настроение. Не знаю, от настроения зависит, от чего зависит. Наверное, зависит еще от того, светит солнце или не светит солнце. От этого тоже многое зависит. Так, в общем-то, морковку и лук я сейчас обжарю немножечко, там, минут 5, и закину туда уже нарезанную кусочками курочку. Так, поехали. Раз, о, процесс пошел. Сразу помешаем. Так, корочка у меня уже вот, все, она порезана. Косточки я не стала вынимать с курицы, я просто, так, может быть, вот так вот поместить. Просто порезала на кусочки, и все, пускай косточки там тоже приготовят, стоять, с удовольствием, потом поем, объем, кости объем. Так, теперь это дело надо помешивать, и не забывать. Так, хочется приготовить по-быстрому, и уже пора отдохнуть. И чуть телек отдохнуть, потому что, когда снимаешь видео, особенно такое вот информационное, как-то, ну, мозги потом куда-то вылетают. Мозгам надо дать отдохнуть. А для этого нужно переключиться, что-нибудь включить, какой-нибудь отвлекающий фильм, там, не знаю, сериальчик, что-нибудь такое отвлекающее, отдыхающее. Так, в общем, на такие кусочки я вот сейчас вот эту портушку порезу. Так, я смотрю, у меня тут прямо уже быстренько все обжаривается. Чуть-чуть вот так обжарить, и туда закинуть мясо. Теперь оно с мясом пускай еще чуть-чуть пожарится. Так, я уже скипятила в чайнике воду. В общем, картошку можно так резать, можно так резать, не важно как. Главное порезать, как нравится, и все. Так, все. Еще одна маленькая картофельника. Ну, я думаю, картошки нормально будут. Я сейчас ее еще сполосну. Я люблю картошку сполоснуть, когда порежу, чтобы лишний крахмал просто не кидать туда в кастрюлю. Так, все или не все? Вроде все, да? Так, сполосну картошечку и приготовлю, что там еще мне надо. Все, немножко мясо обжарилось, не обжарилось даже, а чуть-чуть просто подзакрылось, и все. Теперь я туда отправляю картошку и заливаю горячей водой. Много бульона не люблю, чтобы она, картошка, чуть-чуть прикрылась, буквально там, на пальчик вверх. Вот так. И все. Сейчас ставлю режим суп на час. И пусть оно готовится. Приготовлю дальнейшие овощи. Так. Суп на час. Все. Поехали. Так, ну и все. Я приготовила. Что еще я буду кидать туда дальше? Для курицы приправу положу, букет перцев положу туда. Это вкусная соль. У меня тут в баночке. Лавровый листик один хватит. И петрушка с укропчиком, зеленушку порежу. И все. И это все я кину уже туда, в конце. Ну, может быть, за 10 минут до конца ларки. Вот такая вот ням-нямочка у меня получилась. Ой, вкуснятина. Все, сажусь кушать. Проголодалась уже. Ну, а пока мой супчик остывает, я решила с вами попрощаться. Видео это закончить, девочки. Я сегодня что-то устала. Хотя, вот, вроде бы, казалось, да, что там такого сделала. На самом деле, я сняла целое видео сегодня. Я его еще смонтировала. И уже вывела, проверила, опубликовала. В общем, уже кучу дел сделала. Помимо того, что еще и супчик сварила. В общем, короче говоря, я на сегодня свои дела уже все завершаю. Но на завтра я уже знаю, что я буду завтра снимать прямо с утра. Вот. Или, может быть, даже сегодня. Нет, сегодня вечером уже нету сил точно. В общем, завтра следующее видео начну. И, в общем, уже знаю, что буду снимать. Все, девочки мои хорошие. Я с вами прощаюсь. Такое коротенькое, небольшое, вроде бы, видео получилось. Но бывает одно большое, а другое бывает и побольше. Всем желаю хорошего настроения, хорошего дня, или вечера, или утра. Кто, когда, смотря, будет это видео смотреть. Глазки закрываются. Сейчас покушаю, наверное, и лягу немножко поспать. После обеденной такая сиеста. Из-за того, что рано встаю, из-за этого вот бывает днем раз и тихий час. Как у маленьких, так и у больших, у стареньких. Все, мои хорошие. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Комментарии пишите. Буду читать, отвечать с удовольствием. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok